Друзья, всех приветствую на канале! Как я говорю, в конце практически каждого ролика про комментарии вы их пишете, мы читаем, общаемся. И таки да, мы действительно их читаем. И один из комментаторов подкинул очень интересную идею для нового ролика. И мы сегодня поговорим про аккорды в современной тяжёлой музыке. В принципе, самое большое отличие аккордов, которые используются в современной музыке последние 10 лет, это использование широких интервалов. Если раньше это обычно были просто power-аккорды с квинтой октавы, может быть, там девятая ступень добавлялась, то сейчас на полную катушку прокачалась идея септаккордов. И сегодня я покажу вам несколько вариантов конструкций, которые можно соорудить. Там не только, кстати, септаккорды, там другие конструкции есть. И единственный момент, это всё может потребовать небольшой физической подготовки в плане растяжки, проработки барре, притом не только указательным пальцем, как обычно там подъездное такое барре для аккордов такого плана, но и ещё другими пальцами. В общем, упражнения вам на эту тему тоже покажу, и пройдёмся мы по аккордам. Поехали! Все сегодняшние примеры будут в дропе. Дроп вообще в плане аккордов открывает очень богатый функционал, потому что там можно одним пальцем прижать power-аккорд, и дальше остальными пальцами надстроить всякое интересное. Итак, для начала у меня строят дроп ре, первый аккорд будет просто ре, обычный power-аккорд. И на базе его можно сделать конструкцию, которую с помощью барре можно двигать. То есть мы берём, тут у нас были открытые струны, мы их заменяем барре, прижимаем, вот получается такая конструкция. Дальше-то всё двигается по грифу. Игра этого аккорда потребует от вас большего контроля, чем обычные квинты, потому что здесь надо относить в сторону палец, и, возможно, это приведёт к пережимам, рука будет чего-то напрягать. Но всё равно банальная аккордовая последовательность, сейчас я покажу, звучит гораздо богаче, ярче при применении этих аккордов. Я сейчас специально сыграл два разных варианта. Первый, это более широкие аккорды, вот с нотами на второй первой струне. И второй вариант, это обычные power-аккорды с квинтой и октавой. Я думаю, разница прям-таки очевидна. И переходим дальше, там у нас септаккорды. У нас уже есть ролик на канале про септаккорды, обязательно его посмотрите и попробуйте всё это в контексте того, о чём я сегодня говорю. Я же вдаваться в подробности строения аккордов не буду, эта тема довольно длинная. Просто скажу вам вот что. Есть базовый септаккорд, который у нас будет от пятой струны, конструкция четырёх нот, с пятой по вторую струну. И можно с добавлением дополнительных нот сделать такое голосоведение и, по сути, играя один аккорд, создавать уже движение. У нас будет несколько форм. Вот аккорд у нас базовый. Дальше мы добавляем ноту на второй струне. Ноту на четвёртой струне. И меняем форму. И в контексте примера сейчас посмотрите, насколько это живо звучит. Это всего лишь один аккорд, ещё раз говорю. Вот такой вот пример. На базе, повторяюсь, всего лишь одного септаккорда. Но тут есть один недостаток, возможно, у таких конструкций. Они для некоторой ситуации слишком ярко звучат. И когда гитару не нужно выносить на первый план, а всё-таки 4-5 нот, это прям много. Иногда играть нужно аккорды поуже. Есть те же самые септаккорды, но в более сокращенных формах. Сейчас я вам их покажу отдельно и в контексте примера. Опять же, для более полного понимания, что сейчас происходит, посмотрите отдельный ролик про септаккорды. Я вам просто обрисую картину. Итак, смотрите, нам нужны коротенькие аккорды на трёх струнах. Пятый, четвёртый и третий. И это будут септаккорды по-любому, потому что здесь есть первая ступень, минорная третья и седьмая. Так или иначе, это получается септаккорд. То есть минорный септаккорд ми. И вот мажорный септаккорд до. Здесь тоже самое. Третья и седьмая ступень присутствуют. Здесь нету пятой ступени, ну и как бы она не особо-то и нужна. В сравнении с предыдущим примером, здесь нет второй струны во всех аккордах. И за счёт этого они звучат более узко, так сказать, и подойдут для каких-то ситуаций, когда нужно выделить, например, вокал или какой-то другой инструмент. Мы переходим к последнему на сегодня примеру, но перед тем, как играть аккорды, которые дальше покажу, рекомендую вам проделать всё-таки одно упражнение. Оно направлено на прокачку барре всеми пальцами. Я в каких-то учебных роликах его показывал, но оно в данном контексте прям очень сильно пригодится. Суть упражнения какая? Мы берём, играем хроматическую последовательность, просто 5-6-7-8, ну с любого лада, не суть важно откуда. Прижимаем пальцами барре на двух или трёх струнах, в зависимости от того, у кого какие навыки на эту тему. Но лучше три, конечно, сразу попробовать. И задача такая, играя вот это упражнение, не отрывать пальцы. То есть играть вот так вот не нужно. В этом смысла никакого нет. То есть мы играем, добавляя пальцы вот так вот поочерёдно. И надо ещё следить за тем, чтобы пальцы оставались на одной линии вот здесь, не вылезали вот так. И, собственно, как это упражнение выглядит на двух и на трёх струнах. Две струны. И три струны. Как видите, все пальцы на одной линии. И надо ещё следить за тем, чтобы не было... прожатых каких-то дополнительных барре. То есть пальцы должны прогибаться вот в обратную сторону. Это важно для аккордов, которые я покажу дальше. Аккорды выглядят довольно страшно и требуют подготовки в виде барре средним пальцем и растяжки между связками указательной средней и мизинцем. Но при всём при этом они звучат ярко, и это всего лишь мажорные и минорные аккорды. И они довольно легко применяются в музыке, как, впрочем, и все остальные примеры, которые сегодня приводил. В общем, внедряйте это в свою игру, экспериментируйте. Лайки, подписки, колокольчики, комментарии обязательно пишите, мы их читаем, общаемся. И до встречи в новых видео. Всем пока! Игра этого аккорда потребует, возможно... Игра этого аккорда... Сейчас, улыбиться начало.